Ну что, хотите узнать про сатанистов Америки? Про этот рассадник нечисти? Если взяться и попробовать подсчитать, скольким кинолентам эти тайные культы дали сюжетом, то можно легко сбиться и запутаться. Люди всегда стремились узнать что-то об этих мрачных и закрытых обществах. Ну и как вам всем известно, спрос рождает предложение. Вспомним же и мы сегодня ленту 1975 года. Гонки с дьяволом. Окунемся в атмосферу семидесятых. В США давно сквозь пальцы смотрят на печальную статистику о пропаже детей, да и взрослых людей. Причем люди исчезают тысячами, а затем по всей стране находят изуродованные останки тел. Также уже давно ходит байка о том, что американские проститутки давно наладили бизнес по рождению младенцев для их последующей передачи в руки сатанистов. Не знаю, выдумки это или нет, но слухи на пустом месте не рождаются. Фильм Джека Старрета показывает весь неотвратимый ужас, который люди испытывают при встрече с этими представителями почитания Рогатова. Когда много-много лет назад я посмотрел фильм «Гонка с дьяволом», на меня, как на любителя фильмов ужасов и дорожно-автомобильной тематики, лента, безусловно, произвела большое впечатление. По сюжету киноленты четверо героев отправляются на собственном мотор-холме в отпуск, покататься на лыжах, но по несчастливой случайности становятся свидетелями того, что не предназначено для чужих глаз. Первый час фильма не содержит особо много действий, но режиссер умело использует это время, чтобы немного раскрыть четырех симпатичных главных героев и постепенно наращивает отличную атмосферу параноидальной напряженности и клаустрофобии. Везде, где герои появляются, проникающие взоры всегда обращены на них, и ради какой-то гнусной забавы сектанты делают им даже пару неприятных сюрпризов. Дьяволопоклонники на протяжении всего фильма словно играют с героями, доводя их до нужной кондиции. Затем, в течение последнего получаса, фильм выдает чисто кинематографическое волнение, когда стычка ведется на удаленных магистралях сельских дорог Техаса. Автомобили улетают с дороги как мухи, лобовые столкновения и даже взрывы. Погони и трюки являются совершенно удивительными, и при просмотре я действительно сопереживал героям и искренне надеялся, что они прикончат всех рехсанинских ублюдков. По накаву сюжета гонки с дьяволом являются одним из лидеров в бесконечном ряду подобных фильмов и рекомендуются несгибаемым поклонникам фильмов 70-х. Герои в исполнении Питера Фонды и Уоррена Уотса действительно хороши. Они рассудительны и мужественны. В то же время их жены только делают, что визжат и мечутся в истерике. Пожалуй, наиболее интересным финтом фильма для меня было то, что все эти сектанты, казалось, вторглись в каждый аспект американской жизни. То есть каждый человек, которого можно считать обыкновенным американцем, работающий всю неделю, ходящий в церковь и бар, выпить пивка с друзьями, на самом деле состоит в союзе с самим дьяволом. Эта паранойя на просторах сельской Америки заставляет дрогнуть самого обеспеченного ездока Питера Фонду. Режиссер гарантированно обеспечил хороший саспенс, словно каждую минуту повторяя, это неизвестное место и здесь никому доверять нельзя. Почему фильм так меня зацепил? Я думаю, он совместил два разных жанра воедино. В картине есть свобода и анархия дороги. Все еще дикие времена в глубинке Америки. Никогда не знаешь, куда выведет кривая. К приключениям, либо фатальному завершению жизни. Также присутствует клаустрофобия и предчувствие оказаться в ловушке. Кинолента входит в так называемые топы лучших фильмов ужасов. Сюжет, режиссура, актерская игра и, как итог, невероятно крепкий фильм. Для Питера Фонды он стал очередным в карьере на тематику покорения дорог, а также очередной совместной работой с Уорреном Уотсом. Режиссер Джек Старретт, подогревая интерес к киноленте, заявлял, что в киноленте снялись самые настоящие сатанисты. Пара слов о последней сцене фильма. Концовка порадует зрителей, кому нравятся фильмы, где дорога заканчивается в хаосе, огненной аварии, полного разрушения, где ужас приводит к моменту освобождения от страха только для того, чтобы бросить обратно в яму еще большего страха. В киноленте ужас протягивает руку, чтобы перетащить вас еще раз обратно в пропасть. В гонке с дьяволом все это присутствует. Катаклизм и проклятие, как языки пламени окружают потрепанный дом на колесах. Все для того, чтобы, пронеся через весь фильм ложную надежду на благополучный исход, бросить всех на алтарь тьмы. Подводя итог, скажу. История в фильме великолепна. Удивительный фильм, который удерживает ту экрана до финальных титров. Бесконечный кошмар. Это культовый, на мой взгляд, фильм. И один из первых на подобную тематику. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!